Это инновация, это технология, которая позволяет нам получать воду из самого большого ресурса, и это воздух, и помогает это делать нам с максимальной эффективностью, минимальным потреблением энергии. Сама инновация разрабатывалась в районе 10 лет. Мы изобрели новый тип теплообменника, у него совершенно другой дизайн, и он сделан из новых материалов, которые позволяют нам добиться такой эффективности. За последний год наша технология внедрена уже больше, чем в 40 стран, и работает активно, и помогает людям, спасает жизни и улучшает жизни десятки тысяч людей вокруг всего мира. Для того, чтобы продукт был проработан максимально, и для того, чтобы он работал в самых загрязненных точках земного шара, включая города, как Нью-Дели или Шанхай. Поэтому, когда воздух попадает в аппарат, первым делом он фильтруется через особые фильтры, а потом в процессе конденсации все бактерии отделяются. Плюс вода, которая получается из воздуха, проходит фильтрацию и минерализацию. У нас есть, значит, то, что взяло очень много лет, это взять эту инновацию и создать из нее реальные продукты, которые можно подключать и ставить во всех странах. У нас есть оборудование, которое начинается от производительности 30 литров в сутки и до 5000 литров в сутки, и все это построено и запланировано для разных нужд населения мира. Также, поскольку это децентрализованная система, и нам не нужно никак строить больше водопроводы, и это также избавляет мир от тысячи тонн пластика, потому что если эти аппараты стоят, людям не надо больше переносить с собой воду, и не могут употреблять ее прямо у себя дома, в офисе или в центре города, и эти аппараты совершенно автономны. Решения, которые уже разработаны и находятся в массовом производстве сейчас, это маленький аппарат, который пользуется спросом в домах, в офисах, в отелях. Есть у нас средний аппарат, как вы видите здесь, он производит до 900 литров в сутки, и в основном пользуется спрос для школ, университетов, больниц, маленьких деревень и так далее. И, конечно же, большой аппарат, который может произвести до 5000 литров в сутки, ставится в центрах, в городах, в больших центрах, потому что, если подумать так, аппарат, который производит 5000 литров воды в сутки, может напоить примерно 2500-3000 человек. И это автономный, очень важный ресурс. Поскольку я уже говорил, поскольку все наше оборудование находится в массовом производстве, оно очень доступное, и мы работаем и инвестируем все больше и больше для того, чтобы в ближайшем будущем каждый человек мог позволить себе чистую, качественную питьевую воду. Для этого мы очень сильно работаем. В Африке мы уже работаем в странах, как Сиэра-Леон, Кения, Камерун, и также в процессе подписания договоров с другими странами. Например, в Кении мы очень активно работаем с организацией, которая называется Наконек. Это организация, которая при Министерстве образования, и она отвечает за снабжение всех школ питьевой водой и также едой. Поскольку в Кении есть тысячи школ, которые не подключены к водоснабжению, это решение может просто-напросто изменить жизнь десяткам тысяч учеников, которые учатся в этой школе. И этот процесс уже начался. И надеюсь, только в следующем году мы снабзим еще в районе 500 школ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok